Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзеген пришел следующий вопрос. Очень хороший вопрос. Где и как можно познакомиться с семинаристом? Какие качества должна в себе воспитать будущая матушка? Хороший трогательный вопрос. Ответ прост до невозможности. С семинаристом можно познакомиться где-то невдалеке от семинарии. Если ты хочешь быть матушкой, есть даже аббревиатура такая, ХБМ, девушки, хотящие быть матушкой. Поступают в Регенское училище при семинарии. Учатся петь, регентовать, учат устав, воспитываются там. Потому что матушка быть непросто. Это путь служения людям, мужу, детям, Богу, которое ни с чем не сравнить. Если подвиг священника, служение священника можно сравнить с службой военного, который тоже себе большей частью не принадлежит и тоже дает клятвы, присягу, обеты, то матушка никаких таких обетов не дает, никаких клятв и присяг не дает. Но, тем не менее, по доброй совести должна совершать вышесказанное служение. Но быть ей непросто. Очень непросто. Если вы думаете, что все семинаристы априори святы, раз уж мальчик хочет быть священнослужителем, то он безоговорочно преисполнен всяческих добродетелей, целомудрия, мудрости и прочих душевных и нравственных благ. Так, это не так. Нас не на парашютах спускают с небес в стены семинарий и духовных училищ. Мы все со своими страстишками, пороками. Но в хороших семинариях из нас, из соломенных бычков и диких шимпанзе делают сначала человека, а потом худо-бедно стараются даже как-то обожить. Я к чему-то все говорю, дорогие девушки, не прельщайтесь. Не надевайте розовые очки, думая, что раз уж батюшка не может развестись, то это уже карт-бланш. До конца будет с тобой, детишек рожать всегда будет, любовь, понимание, согласие. Да, изменять не будет. Да, развод крайне нежелательный для священника. Но любви-то может и не быть. И я вам скажу по секрету, что бывают такие грустные ситуации, когда выпускники духовных семинарий на четвертом-пятом курсе стараются жениться как можно быстрее, чтобы их как можно быстрее рукоположили. Нет никакого практически конфетно-цветочного периода. Выбор делается как-то спонтанно. Я пару раз увидел тебя в церковной лавке или в хоре, так оценил, подумал, пообщался, и все. Ну, давай, создаем семью. А вы, может, вообще друг другу не подходить от слова совсем. Разный идеал, разное воспитание. Да, вы верите в одного бога, но батюшка может быть воспитан в ветхозаветном библейском духе и относиться к жене не как немощнейшему сосуду, а по домострою. Знаете, это непросто переубедить его, что немножко другая эпоха, и женщина какие-то права имеет. А вообще, это живой человек, нераболепное существо. И слова апостола Павла, что жена добыть своего мужа, совсем не надо понимать буквально. Разные ситуации бывают, и вот жалко, что часто период знакомства бывает очень коротким. С другой стороны, если ты видишь этого студента в течение лет и лет, общаешься с местной паломнической поездки, смешанный хор, может быть, участвуете, вместе готовитесь, поете, может быть, пересекаетесь в какой-нибудь другой плоскости, не обязательно, только лишь в стенах храма. Есть возможность получше узнать, так, конечно, лучше. Так что будьте аккуратны, друзья мои. Что касается качеств, которые должна воспитать себя будущая матушка, они, в принципе, хрестомантийны. Нежность, любовь, внимание, самопожертвование, тактичность, умение слышать, слушать, уступить, принять, что бывают такие ситуации, когда ты не всегда права. Вот период от совершеннолетия до замужества — это тот период, когда ты убежден, что ты прав во всем. Если он затягивается, то сложнее становится впоследствии доказывать обратное. Это касается обоих сторон. Ранние браки хороши тем, что ты еще не успел утвердиться в самомнении, в самости, как пишет Фифан Затворник. Любовь к детям, готовность служить Богу и семье самоотверженно, принять, что твое образование может пригодиться, скорее всего, только лишь для воспитания детей, карьерного роста, скорее всего, не получится, хотя здесь нет общего знаменателя. Уступчивость, снисходительность, безграничное терпение. Если ты рожаешь детей, один с другим, это не значит, что ты не должна забыть о том, что ты замужем, а не только лишь мать детей своего мужа. Он как был на первом месте, так и должен остаться на первом месте. И дети должны видеть эту иерархичность. Иначе как они будут слушать своего отца, когда его даже жена не слушает? Множество тем для разговора, но основные тезисы я озвучил. Самое главное — быть снисходительным человеком, уметь носить немощи друг друга. Божьем помощи в поиске супруга, особенно в стенах семинарии. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok